Александр Иванович Малычин со своим уникальным приходом, которого, в принципе, я аналогов не видел. И не встречал, но на просторах интерната, и не тем более... Изначально у меня был такой школьный интерес, я занимался саморазвитием. То есть мне было очень интересно самопознавленное, всякие как техники и так далее. Но в силу того, что я такой дотошливый, и мне нужно пощупать руками, и если этого нет, то это не важно. Я начал искать объективные методы контроля, что же там происходит внутри у человека. Что у меня там внутри происходит. В итоге мы вышли на уже неизвестный метод Тарханова, это 1880 год. Тарханов открыл эффект электрической активности кожи на населительный процесс. То есть человек думает, что электрическая активность не меняется. Все. Дальше это был Лурия. Наш физиолог, он создал, собственно говоря, прибор. Это был досковой валик, гальванометр. Саму методику, по сути, создал Юнг, потому что он работал уже непосредственно с прибором. Он непосредственно делал оценочные списки. И он сказал, что КГР, то есть кожанграническая реакция, это окно бессознательное. А так как человек, психолог, говорит, только на 3% в лучшем случае осознает, что происходит, причины происходящего, а на 97% не осознает, то есть на 97% он в таком режиме неосознан. То получается, что если мы имеем доступ к этим 97%, мы что, имеем возможность купуем? Полного контроля, предсказания и управления. Правильно? Да. Поэтому это мне стало очень интересно, я начал это пробовать, в первую очередь, на себе. Потом, в силу того, что я занимался спортом, я предложил эту методику в сборные команды России. И мы с 2004 года и планили, работаем со сборными, это порядка до 16 федераций. Это олимпийские олимпиады, мы там участвуем, готовим. Последние на Лондон мы готовили сборную по боксу, на Пекин готовили гангбол, фехтование и лейбер-банат эконом. Результат мы там получили, и дальше я уже подумал о том, что надо бы задействовать как-то людей, у которых есть деньги. А это бизнес. И поэтому я начал предлагать, в первую очередь, кому? Кадровикам, либо людям, которые работают с человеческими ресурсами. Итак, переходим непосредственно к оборудованию. Вот у нас есть прибор, есть два электрода. Принцип работы очень простой. Мы даем электрод в руку человеку. Мы даем славу. Мы даем славу. Да, ручка, по-моему, счастье, да? А может, счастье. И дальше принцип работы прост. Человек что-то слышит, видит, не важно, думает о чем-то. Головной мозг в нейросети работают. Появляется электрический импульс. Он распространяется по нервам на лопну, на руку, и мы этот импульс считываем. Теперь смотрим, на что же мы калибровку делали. Я делаю небольшой вот такой щипочек. Видите реакцию, да? Заметили? Реакция была в красную зону. Теперь смотрим дальше. Сейчас его щипнули, будет больно. Очень больно будет. Я щипал? Нет, реакция есть. То есть мы понимаем, что мозг записал эту информацию, в его листях она осталась. Теперь обратите внимание еще. Сейчас я все-таки вас ущипну, и больно все равно. Я вас щипал? Нет, реакция есть. А теперь дальше смотрим. Пробуйте эту реакцию, извините. То есть сопротивляетесь, хорошо? Волю применяйте. Думать не думать вам, на двойник наступает. Хорошо? Готовы? Да. Сейчас я вас ущипну. Смотрите, реакция есть? Есть. Поэтому воля здесь ни при чем, потому что мозг реагирует, а на электрическое реакция есть. Все, мы ее щипаем. Когда человек начинает о чем-то думать, отклонение идет в такую синюю зону. Размышляли об этом. Да. Вы моим на этом задумали? И пытаются скрыть. Да. Теперь мы с вами выявили два основных показания. Это красная зона, синяя зона. Нас интересует красная зона. Мы берем любую область. Ну, допустим, не знаю, что вы хотите. Кем вы работаете, какая ваша должность? Мэнджин. Санал. Какая организация? Актив-флизинг. Ясно. Можем субъективную оценку у вас устраивает работу? В каком-нибудь. А вот у вас нет. Устраивает, да? Устраивает, да? Хорошо. А вот давайте, красная зона на чем была? Здесь есть показания, так называемые синусоиды. Это когда плавно покачивается мело-право. Это говорит о том, что данный стим, у которого мы предоставили человеку, позитивный. Вот если вы поднимаете на работу специалиста, и у него везде будет синусоида, это говорит о том, что вам попался, ну, просто вот, идеальный человек. Он будет идеально выполнять. Он не будет на что-то реагировать отрицательно. Идеально. Но если будут красные полосочки, когда он будет перечислять, где он работал, кем он работал, либо какую он будет выполнять должностную обязанность, да, либо с кем он там работает на данный момент. То есть вот, насколько больше этих красных полосок, это говорит о том, что у него очень много отрицательных реакций. То есть у него везде негатив, он будет везде реагировать негативно. Если линия ровненькая, значит человек фиксируется в чем-то. То есть пытается может понять сейчас что-то, да, либо что-то, вот идет фиксация какая-то внимания. Если на работу принимаете вот такая фиксированность, а еще на какую-нибудь такую позицию творческую, да, где нужно быстро принимать решение, в них пойдет человек. Потому что мы получаем, да, фиксацию. Человек не может быстро принять решение в данном вот в интерьере. По результату на такой диаграмму стихи, соответственно, мы составляем шаблоны, мы делаем вот на экране видно карта ресурса, ресурс в производственных отношениях. То есть мы знаем вопросы и спрашиваем человека, там, хорошо у вас это или плохо? То есть субъективная оценка. Она отображается в виде вот такой синей полосочки. А красная полоска – это реакция на приборе. Чем ближе к черную зону, вот черная зона – это вытеснение, то есть это нежелание воспринимательства. Силая зона, следующая, это болезненная реакция. Чуть-чуть полусветлее – это подавление эмоций, отрицательное. Беленькая – это позитивное все. Вот мы посмотрели, задали ему вопросы и видим, что у него практически все в болезненной зоне у этого человека. Но он говорит субъективно, что здесь я молодец, здесь все хорошо, здесь все прекрасно. Чему верить? Его словам либо реакции его мозга? Я верю в его реакции мозга, потому что мозг будет определять его деятельность. И когда мы проводим эту всю диагностику, мы делаем выводы, рекомендации. Единственное, мы можем составлять сводный график проведенного обследования группы людей. Соответственно, красное – это у нас что мы обследуем, серое – это реакция. Мы смотрим, компания, у большинства, я их стестирую, компания уже находится в зоне эмоциональной напряженности. У кого-то больше всего черные, посмотрите, у второй за номер у нас. На чем у него черные? То есть мы можем сказать, что этот человек наиболее склонен к крыльному саботажу, будем так делать. Таким образом, проведение диагностику, получив карту ресурса либо человека, либо группы людей, мы можем прогнозировать их поведение. У меня был такой интересный случай, когда нужно было прогнозировать ряд группы военнослужащих и предсказать склонность к суициду, это раз, потом дальше, в каких условиях он совершит и как он это сделает. Весь выбор у нас здесь, понимаете, да? Все варианты решений, поэтому мы можем перебором делать и можем найти, какой выбор. Спортсмены очень часто говорят, я спрашиваю, какая твоя цель, как спортсмена, он не станет 10-10 чемпионом и держит электрон. А у него синусоиды нет на этой цели, следовательно, это не эмоции. Я его спрашиваю, перечисли мне любые цели, которые преследуют спортсмены, занимающиеся спортом. Любые, что придет в голову. И он начинает там, ну, деньги получать, да, то, что девчонки любили, да, чтобы и работать нигде. И вот где у него было синусоида, это его цель. Это его личная цель, понимаете? Следовательно, мотивировать его нужно, ну, через то, что он говорит, что я хочу стать эмоциональным. А он хочет, чтобы девчонки на него смотрели. Поэтому мы тренер даем рекомендацию. Побольше на трибуне. Девчонок хорошая, будет все нормально. Из опыта работы с салоном красоты. Руководитель приглашает, говорит, что такое, доходы маленькие, вроде бы, как бы, и работы, и все, а хочется больше. Мы берем персонал, проводим диагностику. У 80% персонала отрицательная реакция на богатых людей. Соответственно, они на осознаваемом или неосознаваемом уровне выпихивают клиентов богатых. Вот, соответственно, в компании нет богатых. Нет дохода. Что делать? Проводить селокоррекцию психологическую, потому что это оборудование не только для диагностики, но также для проведения психокоррекции. То есть, если мы увидели на чем-то вот это красное показание, мы можем, задавая вопросы человеку, навести его внимание на прошлые какие-то события. В прошлом. Ну, человек, там, не знаю, мама приходила там в красном платье, там, вбил его ремнем, да, ребенка маленького. Теперь начальник приходит в красный пиджаке. Понимаете? Да, лекция такая. Поэтому как ты? Начальник пиджак не хочет менять. То есть красный. Соответственно, нужно ему делать коррекцию, он вспоминает это событие в прошлом, переживает его, нейросети изменяются, и у него меняется реакция на стимул красный цвет. Вот применение при диагностике мы получаем в карту ресурса, и если это нужно, либо проводим психокоррекцию, либо подсказываем «сними пиджак». То есть убери пиджак, и человек не будет бросаться на тебя. Собственно говоря, вопросы. Сколько широко меняется именно в подборе персонала? Вот данный момент. На данный момент не особо широко. Почему? Были? Да, конечно, конечно, были. Объясняю, почему. Потому что задача была поставлена, первое, это апробировать где-то, а где, в спорте высшие достижения, если ты там получил результат, извиняюсь, везде уже хороший. Когда мы это апробировали, мы запатентовали, мы защищаться нашими, теперь мы имеем, да, и в огне, и в огне, и теперь мы с этим начинаем выходить. С точки зрения правового использования? В Российской Федерации есть постановление, оно недавно было, о защите информации личной. И там прописано следующее, что мы можем проводить тестирование человека при условии, если он подпишется, о том, что он согласен. Поэтому вы, вот я прихожу, я нанимаю от этого бизнеса, но я прихожу, вы нарус, кто подписались у ваш сотрудника, он говорит, да без проблем. Все, понимаете, кто не подпишет, кто не умеет. А тут еще очень хорошая есть одна функция, это переключение на два прибора. И мы можем дать один электрод мне, ну, допустим, я руководитель, это подчиненный. Дальше я буду рассказывать о чем-то, вот вы видите мою реакцию и видите ее реакцию. И вы можете сказать, что руководитель вообще не отдыхает, а подчиненный нормальный. То есть вы можете проверять совместимость. Я посмотрю на эту девушку, ну, и нужно уже сказать, да, там, как складываются отношения. Вот он все, все будет, брать за какие-то, да. Дальше мы будем дать группу в левую. И вам же, да, вам. И в этом случае мы можем смотреть, насколько у нее гармонично эмоционально-образное мышление и словесно-логическое. Грамму музеевое. По бессознательным штукам я вот здесь аккуратненько сказал, я пока не знаю, куда это классифицировать, потому что, честно скажу, это, на мой взгляд, уникальная вещь, потому что идея в том, что использовать полиграф не в минус, а в плюс, это первый человек, которого я встретил за все время, когда я этим занимаюсь. Занимаюсь тоже уже лет 15-20. Вот тот вопрос, который сейчас задают большинство продателей, ты можешь мне дать вероятность, какой он даст результат, или не даст результат? И все. Если мы говорим процентов 30, извините, на кой я буду этим заниматься? Если это 50, ну, более-менее я еще готов рискнуть. Вот здесь у меня есть 70, 80, извините, да? Он говорит, вот этот мне нужен. Вот здесь начинается война за таланты. Мы прибор делали, затащивая на диагностику скрытого ресурса и на раскрытие скрытого ресурса.